Еще раз всем добрый день. Меня зовут Максим Васюхин. Со мной сегодня Эдуард Макаев, наш пресейл-инженер. Я, собственно, продакт-менеджер по направлению IP-телефона Ялинк. И сегодня мы с вами поговорим и вам расскажем про новые решения, которые не так давно поступили у нас в продажу. Это новая серия телефонов от Ялинк Т4Ю и конференц-телефон CP930W. В принципе, по ходу презентации можете задавать ваши вопросы. Постараемся по ходу сразу на них ответить. Ну что, тогда начнем. Начнем мы с новых телефонов. Для кого-то кто-то уже знаком с телефонами 46-м и 48-м. Собственно, Ялинк совсем недавно обновил 4-ю S-серию телефонов. И теперь телефоны имеют индекс U. Кроме 46-го и 48-го телефона у нас появилась совершенно новая модель. Это телефон Т43-й U. Ну, как вы можете видеть, дизайн всем знакомый. Ультраэлегантные телефоны. Фактически форм-фактор 46-го и 48-го U не изменились. То есть это тот же корпус, но немножко изменились технические характеристики. Ну, о них сейчас подробно поговорим. И 43-й U, телефон совершенно новый, пришел на смену моделям 42-м S и 41-м S. Касательно позиционирования. Ну, 4-я S-серия в России была достаточно популярна. В мире, наверное, она популярна еще больше. Очень эта серия зарекомендовала в странах Европы, в Соединенных Штатах. Ну, модель прожила на рынке, эта серия, порядка трех лет. В принципе, раз в три года в среднем, два в три года серия телефонов обновляется. Старые модели уходят, приходят новые. Ну, и, собственно, прошло три года, Ялинк обновил серию T4-S и появилась серия T4-U. Собственно, чем серия T4-U выделяется? В первую очередь, по своим характеристикам цена-качество, эта серия стала гораздо-гораздо привлекательнее для заказчиков, ну, и для партнеров, конечно же. То есть в серии 4-U используется, в ней уже используется новый чипсет, который Ялинк производит самостоятельно. Чипсет этот улучшенный используется точно такой же чипсет, как и в серии T5. T5-серия, как известно, серия самых топовых телефонов, самых мощных, и, собственно, телефоны 4-U-серии также стали гораздо мощнее по сравнению с предыдущими. Ну, и касательно цены, новые по цене гораздо-гораздо привлекательнее, чем T4-S. Цены вы можете посмотреть, рекомендованные розничные на нашем сайте apimatic.ru, сравнить по ценам и по характеристикам. В среднем на 15% новые телефоны дешевле, чем старая 4-S-серия. Ну, и на новую U-серию уже пройдены тесты на совместимость платформы TX, которые мы тоже можем вам предложить как дистрибута. Ну, и кроме 3CX, конечно, новая серия уже прошла и с многими платформами и российских производителей, таких как LTEX и AGAT, например, ну и, конечно же, Мировой. Ну, более подробно остановимся на пяти основных преимуществ, на пяти усовершенствований. Ну, о мощном процессоре мы уже немножко поговорили. В новой серии присутствуют уже два опыта. Появилась технология Acoustic Shield, обновленный веб-интерфейс, собственно, с новым программным обеспечением. Ну, и у этой серии есть свой, появился свой модуль расширения. Новый чипсет. Ну, все мы привыкли, все мы работаем с мобильными телефонами, например, и мы примерно можем оценить разницу между дорогим мобильным телефоном и шоу. Основная разница заключается в том, что в дорогих телефонах, конечно, используется хороший чипсет, более дорогой чипсет, и мы получаем более быстрый отклик, например, на наши действия, на наши нажатия на мобильном телефоне, более быструю загрузку приложений, ну и в целом быструю работу телефона. Примерно та же история у нас с настольными телефонами. То есть благодаря новому чипсету у телефонов серии 4U улучшился пользовательский отклик, улучшились загрузки. Вот, например, на слайде сравнение с загрузкой 4С серии, то есть время загрузки уменьшилось в два раза. Ну и, соответственно, нет никаких зависаний, телефон работает еще быстрее, еще лучше, в принципе, так же, как и 5С серии. Во всех этих трех телефонах, 46, 48 и 43 U, теперь есть два USB порта. Ну, во-первых, хочу обратить внимание, что раньше модули расширения подключались через разъем RJ9, теперь модули расширения подключаются через USB. Соответственно, второй USB у нас появился вместо разъема RJ9. Ну и в этот разъем, во второй разъем USB можно подключать не только модули расширения, конечно же, но и различные аксессуары. Теперь можно подключать до двух различных аксессуаров. Это USB гарнитуры, USB накопители различные. То есть с помощью USB накопителя, например, можно на них записывать ваши разговоры, то есть ввести локальную запись разговоров, один из сценариев использования. Можно подключать модули Bluetooth и Wi-Fi, они не встроены в телефон, соответственно, подключаются дополнительными модулями VT41 и VF40 и VF50. Ну и, конечно, модули расширения VT43. Хочу обратить внимание, что при подключении модуля расширения у вас фактически второй USB не пропадает. В модуле расширения есть также два USB порта, один мини-USB и второй USB Type-A, то есть обычный. И второй аксессуарный пример можно подключить в USB разъем модуля расширения. Кустик Шилд. Собственно, это технология, которую Ялинк встраивает во все свои новинки последние два года. И эта технология фактически является аппаратным подавлением эха, программным подавлением эха, программным подавлением фоновых шумов. То есть телефоны распознают диапазон речи, его выводят на первый план различные посторонние шумы, такие как кондиционер, например, может работать, может быть у вас открыто окно, например, либо в каком-то шумном помещении вы работаете. То есть в этом случае эта технология помогает отсечь все посторонние шумы. Причем в телефоне, в телефонном аппарате можно выключить либо включить эту функцию, и вы сможете самостоятельно ощутить разницу. Очень важный момент, что эта технология работает не только при захвате голоса, например, через микрофон трубки, либо при использовании микрофона громкой связи, но и в том числе эта технология работает при включении гарнитура. То есть здесь как раз в центрах как никогда актуально, когда в полцентре находится много сотрудников, все разговаривают, и здесь какие-то все ходят, примахают чашками. Соответственно, здесь эта технология помогает все вот эти посторонние шумы отсечь, и ваш собеседник будет слышать максимально четко ваш голос. Касательно веб-интерфейса. Ялинка в последних поколениях программного обеспечения обновился пользовательский веб-интерфейс. Ну, вот этот вот зеленый веб-интерфейс, наверное, всем привычный, это такая была фишка Ялинка, не знаю, сколько лет он присутствовал, этот дизайн. Ну, собственно, сейчас дизайн меняется, он уже поменялся, и в новых телефонах в том числе используется уже обновленный веб-интерфейс. Интерфейс стал, на мой взгляд, более дружелюбным, более современным, и теперь, возможно, какие-то функции делать гораздо быстрее и настраивать телефон быстрее. Ну, вот вопрос Владимира, почему изменился веб-интерфейс, ну, Ялинк, наверное, хочет быть в тренде, но с этим поменял дизайн. То есть, ну, основные изменения коснулись, конечно, дизайна. Модуль расширения у этой серии теперь свой, модуль расширения называется VXP43. Он по своим характеристикам очень схож с модулем VXP50, который к пятой линейке подходит. Ну, здесь каждая серия телефонов свой модуль расширения, можно подключать их до трех, питается модуль расширения от телефона при подключении одного. Если вы хотите подключить два или больше модулей расширения, то нужно использовать дополнительный блок питания, тоже важно. Многие про это забывают. Ну, и важный момент. Теперь модуль расширения стал цветным по сравнению с VXP40, по сравнению с предыдущей серией. И теперь, собственно, расширение сам определяет, к какому телефонному аппарату он подключается. Вот у вас примеры сейчас на слайде. И сам выбирает цветовую схему. У нас действительно раньше были запросы. Например, четвертая серия. Можно было подключить обычный черно-белый модуль расширения. Но сам, например, 46 или 48 телефон не имеет цветной экраны. Здесь, ну, некий диссонанс складывался у некоторых заказчиков. Ну, вот тип таких заказчиков мы можем удовлетворить, предложив им такое решение с цветным экраном. 43U-телефон по своим характеристикам чем-то схож с телефонами 27G и телефоном T53. Телефон T43U фактически заменил две модели. Это модели T41S и T42S. Ну, и по сравнению с моделью T42S у нового телефона уже больше экран. Он стал более информативным. Больше поддерживаемых линий. Больше клавиш с двухцветными индикаторами красно-зеленый, которые находятся по бокам экрана. И теперь к телефону T43U можно подключать модуль расширения. Телефон T42S такой модуль расширения не поддерживает. Ну, и T43U на сегодняшний день стоит дешевле, чем предыдущая модель T42S. Собственно, основные отличия между S-серией и U-серией у вас сейчас на слайде. Хочу здесь обратить внимание, что адаптер беспроводных говенитур UHS-36 к новой серии T4U не подходит. Не подходит по понятной причине. Собственно, причина в том, что в четвертой U-серии нет порта для подключения EHS-36 через разъем FG-9. Появился новый аксессуар, новый адаптер EHS-40, который уже подключается в вид телефона. То есть, EHS-40 можно использовать как с четвертой серии, так и с пятой серии. Ну, модуль расширения появился свой, сместился логотип HD в нижнюю часть трубки и пропало на лицевой стороне, пропало название модели. То есть, Ялинг нам, мы спрашивали, почему, зачем они это сделали. Ялинг проводил исследования по всему миру и пришли к выводу, что, собственно, пользователю совершенно неважно. Пользователь зачастую не смотрит на название телефона. Ему главное то, как этот телефон работает, как им пользоваться, ну, а название модели зачастую отликает. Ну, вот такое мнение высказали пользователи. Ну, и, собственно, на сегодняшний день сейчас мы можем предложить решение в одном стиле. Телефон T40P и T40G остается в продаже, также поддерживается. Соответственно, теперь можно в офисе, исходя из потребностей, предложить сотрудникам телефона из одной серии в одном стиле. Собственно, телефона 40P, 40G для рядовых сотрудников, для секретаря уже 43U с возможностью подключения и расширения. На модуле расширения, соответственно, можно запрограммировать линии BLF. То есть смотреть, секретарь сможет всегда видеть состояние абонента, если нужно кому-то перевести вызов, например. Ну, и пользоваться этими клавишами, как клавишами быстрого набора, например, перевода вызова и так далее. В принципе, эта панель сильно уменьшает время обработки одного звонка действия у секретаря. Ну, для руководителей можно предложить уже телефон 46U с цветным экраном. Еще раз повторюсь, два USB-порта. Ну, и руководителем повыше уровня предлагать телефон 48U, который имеет уже большой экран с тачскрином. Он работает не на Android, это Mix-платформа все еще, и он не поддерживает видео. То есть большой информативный экран, сенсорный, можно также много клавиш запрограммировать, ну, и при необходимости выключить дополнительные модули расширения. Ну, собственно, я... у меня сейчас в руках хотел вам быстро показать, как это выглядит вживую. Насколько видно, попробуйте, может быть, переключиться на камеру. Ну, вот так выглядит телефон 43U, чтобы поближе к экрану подвести. Этот телефон, как и все модели, которые на слайде, можно посмотреть в нашей демо-комнате, которая у нас открылась. То есть мы, под этим случаем, хочу пригласить наших партнеров и заказчиков, которые могут посетить и, собственно, вживую посмотреть, попробовать этот телефон. Важный момент, опять же, этот телефон у нас висит на стене, и все эти модели можно крепить к стене с помощью специального кронштейна. Вот сейчас именно он подключен. Ну, вот, в общем, добротный, хороший телефон. Собственно, как аксессуар, отлично подходит для рабочего места. В общем, пригласаю всех в нашу демо-комнату. Так, ну и на этом про четвертую серию все. Да, Владимир, мы этот вопрос тоже периодически ядинку задаем. Ну, фактически на вот этом экране, вот, если взять, например, 40U, вы видите, что на Бахамо-крану есть плавиши. В этом телефоне их восемь. Причем можно программировать до 30U экрана. То есть фактически плавиши используются для перелистывания, и можно запрограммировать, ну, получается, 7.3, 21 значение различное на экране телефона. Собственно, там 20 значений, это фактически дополнительное модуль расширения нужно подключать, а здесь можно использовать один экран телефона. То же самое на 46U телефон еще больше, их уже не 8, а 10. Ну и на 48U там можно до 29 значений запрограммировать на самом экране. То есть здесь, в принципе, вот это вот решение с боковой, с выносом этих клавиш телефона, ну, вот, я лень таким образом обыграл. В принципе, тоже достаточно удобно. Ну, там, на самом деле, все просто. Здесь появляется значок прям следующий. То есть одна клавиша программируется и спокойно все выставится. Ну, тут, на самом деле, дело привычки, я думаю, буквально за 5-10 минут спокойно можно разобраться. Александр, да, находится демо-комната у нас в Бринвуде. Она практически открыта. Ну, как только у нас ситуация с карантином улучшится, собственно, всех вас приглашаем. Так, ну что, пойдем, я передаю слово Эдуарду. Коллеги, здравствуйте, спасибо, Максим. Да, также мы поговорим о конференц-телефоне CP930W. Это конференц-телефон, который работает на технологии DECT. Конференц-телефон подключается к базовой станции W60B, благодаря чему вам не придется, вам не будет мешать провода. Максим, можно следующий слайд? Вам не будут мешать провода, вы сможете перемещать конференц-телефон по помещению, либо по рабочей зоне, по столу. Провода вам не будут мешать. Конференц-телефон поддерживает 24 часа в режиме разговора и 15 дней в режиме ожидания. Очень неплохие показатели. И конференц-телефон можно будет зарядить до полной зарядки за 4 всего часа, благодаря встроенной батарее. Также в конференц-телефоне присутствует Bluetooth для подключения, к примеру, мобильного телефона. Чуть дальше поговорим, в каких ситуациях это может быть полезно. Захват голоса на 6 метрах и 360 градусов, благодаря встроенному массиву из трех микрофонов. И, собственно, дисплей 3.1 дюйма с подсветкой. И сенсорная клавиатура. Максим, можно дальше? Да, я здесь хотел немножко добавить. Я еще покажу, но тоже я сегодня принес этот конференц-телефон. Телефон, собственно, работает по технологии DECT. Один из спросов, зачем это нужно. Я, наверное, сразу хотел об этом рассказать. Вот один из кейсов использования. Когда у нас переговорная комната уже построена, а зачастую переговорные комнаты сначала строятся, и только потом заказчик думает, что туда поставить, что купить. И, соответственно, когда мы уже установили, например, там большой дорогой стол, который может стоить там полмиллиона рублей больше, тут мы приходим к директору и говорим, что нам нужно просверлить отверстие для того, чтобы провода подвести. Собственно, ну, директор может расстроиться, и, собственно, чтобы таких ситуаций избежать, например, можно использовать беспроводной телефон, который можно всегда там откуда-то взять с тумбочки и поставить на середину стола. Да, Эдуард. По ключевым особенностям. В первую очередь, это технология Noise Proof. Включает она две взаимосвязанные функции. В первую очередь, это уменьшение постоянного фонового шума от таких источников, как, к примеру, клацание по клавиатуре, либо работа кондиционера, либо общение коллег на периферии. И технология, которая отключает микрофоны автоматически до тех пор, пока не будет обнаружена человеческая речь. Как только человеческая речь обнаружена, микрофоны автоматически отключаются, и фоновые шумы приглушаются. Дальше, Максим. Технология Voice Pickup. Конференц-телефон разработан с тремя микрофонами, которые поддерживают 6-метровые 360 градусы захват голоса. Благодаря этому вы можете свободно перемещать конференц-телефон, как было уже сказано ранее, по переговорной комнате. И конференц-телефон будет захватывать звук. То есть минимизируются слепые, так называемые, зоны. Голос будет услышан. Дальше, Максим. Гибридная конференция позволит вам объединить вызовы с разных устройств. К примеру, во время проведения конференции вы можете с легкостью объединить конференц-телефон по Bluetooth с мобильным устройством и пригласить, и, точнее, из Skype или из WhatsApp своего коллегу, своего помощника в конференцию. То есть достаточно удобно. Можно приглашать людей из разных источников. Дальше, Максим. А вот здесь я хотел еще добавить. Действительно, когда я об этом функционале рассказываю на каких-то оффлайн наших встречах, очень большое вызывает интересность, например, добавить конференцию собеседников через WhatsApp. То есть здесь мы просто подключаем мобильный телефон по Bluetooth, и здесь телефон выступает в роли такой колонки. Причем этого участника мы можем даже собрать свою конференцию в WhatsApp и подключить к этой конференции с помощью этого телефонного аппарата CP930 уже участников, которых мы до этого подключили по СИПу, например, то есть по обычному, обычному IP-телефону, либо участников, которые находятся в конференции. То есть это действительно очень удобно, и мы у себя в офисе этим пользуемся. Да, Эдуард? Ну и, конечно же, самая простая, но самая важная, на мой взгляд, функция подключения к смартфону, либо к ПК-планшету через Bluetooth и microUSB позволяет конференц-телефону выступать в роли громкоговорителя и микрофона. Это актуально в таких случаях, когда, к примеру, на вашем компьютере есть несколько программных клиентов, софтфон и так далее, и вам необходимо подключить устройство ввода-вывода звука. В данном случае конференц-телефон без проблем с этим справится. Да, и вот как раз здесь очень частая история, ну вот вспомните, наверное, у каждого такое было, как говорится, когда мы собираемся в переговорной комнате, и нам нужно срочно связаться с коллегой, например, по мобильному телефону, или с коллегой, может, там, вайберу, ватсап, я не знаю, скайпу, который сейчас находится где-нибудь за границей, или там нет доступа. И что мы обычно делаем? Отключаем на телефон громкую связь, кладем телефон посередине стола и начинаем на этот телефон кричать, чтобы нас услышали. И начинаем прислушиваться, чтобы мы услышали. Вот здесь ваша конференция может затянуться, там, простой вопрос на одну-две минуты может спокойно затянуться, там, на 10-15 минут. И, собственно, чтобы такого не происходило, опять же, если у нас в переговорной комнате стоит конференц-телефон CP930, мы к нему можем буквально, там, за несколько секунд подключить мобильный телефон и просто вывести наш обычный разговор, даже вот с мобильным просто мы позвонили, или там заказчику, например, вывести, использовать телефон как микрофон и как динамик. И спокойно сидеть, там, не нужно наклоняться, никуда не нужно сидеть, разговаривать и слушать. Ну, действительно, вот такой аксессуар, когда есть в переговорной комнате, он может сэкономить кучу-кучу времени. Ну, и, собственно, комплектация, комплектуется конференц-телефон, собственно, самим конференц-телефоном, зарядной подставкой, как вы можете видеть на картинке справа, двумя блоками питания, базовой станции и кратким руководством и гарантийным талоном. Достаточно. И вопрос задали, подключается ли к W80B? Не подключается, W80B это немножко другой продукт, микросотовая система, вот, не синглсотовая. Здесь я, наверное, микросотовая система W80 у Ялинка не так давно обновилась. И на сайте Ялинка уже можно посмотреть обновленную версию. Мы в ближайшее время, собственно, получим все разрешительные документы на W80B. Будем привозить уже новую версию микросотовой системы. Фактически, ответ на вопрос Владимира, да, в новую микросотовую систему можно подключать, к этой системе можно подключать конференц-телефон CP930, и не только его. Уже появилась возможность подключать, в том числе, например, настольные телефонные аппараты под ЭКТО. То есть тот случай, когда максимально избавиться от проводов, но Wi-Fi не позволяет качественно развернуть телефонную связь. В этом случае новая микросотовая система нам поможет. Ну, это история, большая история для отдельной нашей с вами встречи. Ну, я думаю, в ближайшее время мы поподробнее об этом поговорим. Еще вопрос. Можно ли подключить к ВИСИ? Ответ? Нет, нельзя. На сегодняшний день ДЭКТ-телефон нельзя подключить к системам видеоконференц-связи. Если у вас стоит задача о каком-то воносном микрофоне, у Ялинка есть немного другое решение для вашей задачи. Например, можно использовать спикерфон CP900, о котором мы рассказывали буквально неделю назад. Посмотрите на YouTube наш вебинар. И, опять же, на нашем YouTube-канале доступен вебинар, который проводил мой коллега по видеоконференциям. Как раз, я думаю, там вы сможете найти ответ на решение вашей задачи. Так, ну, коллеги, на этом все. Я думаю, Эдуард, мы же у тебя работаем. Да, все, коллеги. Да, хотелось бы завершить. Конференц-телефон – достаточно профессиональное решение для переговорных комнат. Да, вот вопрос еще от Дмитрия. Телефон поддерживает пятистороннюю аудиоконференцию, может собирать на себе, без участия сервера. И, соответственно, это пятисторонняя конференция, которая включает каналы по IP-телефону. То есть Bluetooth вы уже добавляете еще одним участником сверху этих пяти. Bluetooth или через USB, например. А DECT в нашем случае используется исключительно для связи между конференц-телефоном и базовой станцией. Коллеги, да, еще пока мы не закончили, буквально хотел показать вам тоже один важный момент. Вот можете, я думаю, мое видео увеличить. Вот у меня в руках этот конференц-телефон. Вот так он выглядит. Клавиши здесь все сенсорные. Потом уж только нажать. Вот опять же я его забрал из нашей Дмитрии. Он сейчас к базовой станции не может включиться. Она достаточно далеко находится. Важный момент по поводу зарядки. Смотрите, на обратной стороне есть такое гнездо, скажем так, для включения зарядной станции. Зарядную станцию фактически вот так вот она выглядит. Она подключается проводом. Что важно, здесь нет никаких проводов. То есть мы просто ставим телефон на эту зарядку, и телефон заряжается. Здесь вот история с тем, что разъем для зарядки может выйти из строя после нескольких включений и отключений. Здесь эта история не работает. Все сделано достаточно качественно. Просто просто ставим на базовую станцию, на зарядное устройство, и телефон заряжается. Нужно. Забрали, отнесли в одну переговорную, в другую переговорную, если необходимо. И вот таким образом используем. У нас вопрос про VPN. Коллеги, да, смотрите. Касательно VPN и различных протоколов шифрования, таких как SRTP, например, и так далее. При необходимости мы, конечно, можем привезти, завести в Россию телефоны с поддержкой и VPN-ов, и других вещей. В таком случае потребуется дополнительная сертификация, причем не только нам, но и вам, как нашим партнерам, на каждую партию товаров, насколько мне известно. Поэтому в наших прошивках, в российских, мы эту возможность вырезаем. Вот, ну, в принципе, на сайте Ялинка, да, доступна действительно международная прошивка, в которой эта функция присутствует. Но здесь хочу обратить внимание, что установка этого программного обеспечения на страхов из заказчика. Вот, надеюсь, на ваш вопрос ответил. Коллеги, наверное, это все. Да, для всех моделей. Коллеги, если какие-то вопросы остались, я вот сейчас в чате... Это адрес почты, пишите, звоните, подписывайтесь на наши каналы, у нас на YouTube-канале добавилось очень много интересных видео. Спасибо, что уделили время, не болейте. До новых встреч. Спасибо, коллеги, до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...